Это программа «День с толком» в студии Ирина Харчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Источники сообщают, что мобилизованных из Алтайского края начали отправлять на спецоперацию после учений. Без праздничного салюта и перекрытой площади Сахарова в Барнауле обсудили, как город будет отмечать Новый год. Неблагодарный голубь, жительница Барнаула и ее питомцы прославились на всю страну. Пробки в 9 баллов сковали сегодня краевую столицу с самого утра. Жители сообщают о многочисленных авариях на улицах города. Кто-то уже окрестил понедельник днем джистянщика. Всю ночь в краевой столице шел снег. Он продолжался и сегодня днем. Причем резкая смена погоды случилась сразу после ураганного ветра. Подробнее в сюжете. Раннее барнаульское утро. Большая пробка собралась на улице Попова из-за двух аварий, которые случились одна за другой. Один из автомобилей даже въехал в трамвай. На обоих мостах на въезде в город также аварии. Зима активно пытается ворваться в нашу жизнь. Сегодня пробки и задержанные авиарейсы. В минувшие выходные ураганный ветер, который буквально нарубил много дров. Нам разбили стекло, разбили половину балкона, земдеревом. Соответственно, с утра мы все это убирали очень долго. Сейчас не знаем, что делать. Сказали делать за свой счет ремонт. По итогу уйти с этим в администрацию и не как-то пытаться отбить. По словам очевидцев, в 2.45 ночь пронзил звон стекла. На Юрино-225 сухое дерево сломалось и упало прямо на балконы жильцов. Три балкона пострадали. Причем в управляющей компании сказали, что большую часть затрат на восстановление горожане должны взять из собственных карманов. К слову, порывы ветра достигали 30 км в час. Деревья падали практически повсюду. Ураган переворачивал остановки. К примеру, на Попово и Гущино, пересечении Ядринцево и Кирово. Части города и в пригороде не было электричества. В Бийске последствиями разгула стихии также стали поваленные деревья, разбитые рекламные щиты, унесенные заборы и рекламные баннеры. По словам очевидцев, в районе вокзала на девятиэтажке ветер буквально разломал балкон. В гидромедцентре края нам сегодня сообщили, что несмотря на приличный снежный покров, который выпал сегодня, тепло еще будет. Конечно, растает, потому что еще ожидаются положительные дневные температуры. Буквально 25-26 октября дневные температуры повысятся от плюс 4-9-25 до плюс 7-12-26 октября. Постоянный снежный покров в Алтайском крае, согласно прогнозу синоптиков, установится в начале ноября. А пока дорожные службы пытаются ликвидировать все последствия стихийных разрушений и посыпают дороги песчано-соляной смесью. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Причина пожара в гостиничном комплексе «Калина Красная» пока выясняется. Как нам сообщили в МЧС России по Алтайскому краю, сейчас на месте работает испытательная пожарная лаборатория. Результаты проб будут известны в конце недели. Напомним, в воскресенье в селе Сростки загорелся гостиничный комплекс «Калина Красная». По словам очевидцев, ветер за несколько минут разнес огонь на объекте. Также из-за его порыва в селе произошло аварийное отключение света. Пожар локализовали на площади 600 квадратов. Для тушения огня привлекли 24 человека и 6 автоцистерн. Пострадавших нет. Также стало известно, что летом этого года комплекс выставляли на продажу. Его стоимость составляла 10 миллионов рублей. Дальше только специальная военная операция. В Алтайском крае мобилизованных начали отправлять на СВО после учений. Такие кадры из Омска появились сегодня в соцсетях. Представители сообщества «Добрая воля-22» подтвердили нам, что это действительно парни из нашего региона, которые прошли учения. При этом на официальном уровне об этом пока никто не заявлял. Тем временем в регионе продолжается отправка мобилизованных на подготовку перед спецоперацией. Это уже Куринский район. Местные жители, власти и предприниматели вручили мобилизованным рюкзаки с комплектами личных вещей. Также бойцов сегодня проводили в Бийске и в Усть-Черышском районе. В Барнауле впервые прошел концерт, накануне все средства от которого направят в помощь мобилизованным краевой столице. Его организаторы – жители Барнаула, которые не так давно объединились ради помощи ушедшим на фронт и их семьям. Сейчас в рядах неравнодушных более 7 тысяч человек. Мои коллеги побывали на концерте. Маленькие, но такие масштабные. Так о своем фонде «Добрая воля» говорят его организаторы. Вообще никакого фонда и не планировалось. Просто несколько человек захотели помочь мобилизованным хоть чем-то и традиционно начали покупать носки. А через неделю, подключив друзей и знакомых, собрали большую сумму и повезли призывникам машину с вещами. Они говорят, это сколько стоит денег. Женщины подходили, мы говорим, да ничего не надо. Мамы, бабушки, они просто плакали, они благодарили нас и плакали. Мы раздали все вещи и поняли, мы нужны людям. За три недели нашего существования нами отправлены шесть машин в Омск, две машины через Олейск в помощь ребятам на СВО, которые уже находятся. И это не считая точечных оказаний помощи. Кто-то просит лекарства, кто-то просит какие-то специальные средства. То есть родственники приобретают, а каким образом связаться с ребятами через нас, осуществляется доставка. Идея концерта пришла почти сразу. На подготовку большого мероприятия ушло всего две недели. Организаторы добавляют, большую роль сыграло неравнодушие горожан, руководители предприятий и творческих коллективов. Помогали все. Я просто из семьи военных и сама бывшая военная. Поэтому мне эта тема очень близка. И как-то я с душой там. Концерт – это помощь нашим мобилизованным и отвлечь маленько людей от сегодняшнего накала сейчас. Кто сейчас отправляет людей, то это у них очень сильно морально и тяжело, и психологически, чтобы маленько как-то их отвлечь и помочь. А это музыка, которая приятно слушает любому, которые вижу сегодня лица, и они слушают эту музыку. На них она действительно приятна. Своё добро на участие в концерте дали десяток барнаульских групп и хореографических студий. Отвлечься сюда шли с семьёй или друзьями. И основной зритель был постарше – сёстры, мамы, бабушки, тех, кто проводил своих мужчин. Или просто переживает за всех. У меня сын, 35 лет, пока дома. Когда объявили мобилизацию, конечно, волнение, переживание, слёзы, всё это было. И знакомая мне сбросила данные группы «Добрая воля». Когда начала смотреть, читать, мне стало гораздо легче. Поэтому, то есть, что я не одна. Из 18-ти организаторов фонда спецоперация коснулась одну. Её мужа мобилизовали. Остальные просто хотят помогать. И в чатах фонда со всеми неравнодушными на связи почти круглосуточно. Подчёркивают, фонд вне политики. Всё делается ради поддержки мужчин. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. На днях депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложил начать призывать на срочную службу в армию женщин, по примеру, Израиля. Напомним, обязательная служба слабого пола в армии обороны этой страны составляет 24 месяца. Но они могут быть освобождены от военной службы по соображениям религиозной совести, брака, беременности или материнства. Что думают барнаульцы о предложении депутата, узнал наш корреспондент. «Да хоть нас берите сразу, и меня тоже». «Почему?» «Ну, потому что Родину надо защищать». «Да». «Мы же из СССР теплее оденемся, носочки шестеные». «И, по крайней мере, конечно, на передовую нас не пустят, мы уже старенькие». «В подсобных делах, ради Бога». «Снаряды подносить, кашу варить». «Категорически против». «Почему?» «Ну, женщина должна заниматься своим делом. Растить детей, в школу их водить, как говорится, супы готовить и кормить своего мужа. А мужчины должны уже, как говорится, охранять страну». «Отрицательно». «Женщина должна рожать, получать подарки, цветы и радовать мужчин». «В принципе, да. Я бы пошла бегать, прыгать по лесу». «Да, ну, а почему бы нет? Я считаю, что можно». «Отрицательно категорически». «Почему?» «Потому что у меня дочери». «Ну да, конечно». «Ну, я серьезно говорю, за наших мужчин, я думаю, что наши жены станут». «В принципе, не думаю, что это нужно. Это, опять же, очень затратно будет. Я сомневаюсь, что у нас совместные полки резко образуются, потому что, ну, это повлечет ряд проблем. Там, скорее всего, дамы будут служить отдельно. Это значит, отдельная инфраструктура. Значит, опять налоги, опять вот это все». В Барнауле не будут перекрывать площадь Сахарова для благоустройства новогоднего городка. Не состоится и праздничный фейерверк. Такое решение приняли на заседании Оргкомитета по подготовке к новогодним праздникам. Одна из главных причин – возможное осложнение дорожной ситуации, связанной с перекрытием моста на Ленина. «Согласно проведенному мониторингу, количество автомобильного транспорта, проходящего по проспекту Социалистическому от Диметрова до Молодежной, составляет в утренние часы 1364 автомобиля в час, в вечернее время 1566 автомобилей в час. Итого за сутки проходит более 23 тысяч автомобилей. При перекрытии данного участка дороги транспортный поток перераспределится на другие, не менее загруженные магистрали города». Новогодние мероприятия планируют сместить в парке и на районные площадки. Вопрос об установке главной городской новогодней ели пока остается открытым. Власти хотят рассмотреть несколько площадок, а также проработать вопрос, насколько технически возможно установить там елку и только потом принять окончательное решение. Все остальные атрибуты новогоднего праздника в городе сохранят. «Мы как бы традиционно оформляем город. Особое здесь, конечно, внимание надо и к бизнесу, и к промышленникам, и к торговле, чтобы город был подсвечен, нарядным. Но это Новый год». Жительница Барнаула стала участницей известной передачи «На Первом канале». В Останкино на Ларису Селезневу обратили внимание после того, как она приютила в своей квартире голубя. Чем закончилось такое соседство в следующем сюжете. Голубь по кличке Бублик зажег на всю страну. Когда-то Лариса Селезнева нашла его в сугробе. Больная птица уже прощалась с жизнью. Женщина пожалела пернатого и взяла домой на пару дней. В итоге Бублик задержался в ее квартире на пару лет. Рентген, уколы, витамины, прогулки. Голубь не особо ценил заботу. «Он нас не любил. Вот я вообще таких животных не видела. Он нас не любил, я бы даже сказала, ненавидел. На вытянутую руку к нему. Ну, не знаю, может, потому что я его лечила, уколы стояла, там витамин В, они болезненные. Ну, еще и до этого. Только руку протягиваю, он старался меня всегда клюнуть. Еще немаловажно, я узнала, что голуби, которые в неволе при хороших условиях, живут до 30 лет. 30 лет. Думал, мне еще терпеть такой террор. Иди есть, господи, я тебе в обиду не дам. Пошел, пошел опять собаку гонять, а. Бублик, 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 дай собаке поесть. Вот, посмотри, отогнал. А это видео Лариса по совету коллег отправила на Первый канал. Буквально через 20 минут с ней уже связался редактор известной передачи «Видели видео». В Останкина женщина приехала вместе с дочкой, внучкой и жертвой пернатого абьюзера, терьером Микки. Идите, идите туда, к ступеньке, к ступеньке. Бублик уже, кстати, покинул квартиру Ларисы. Так что сейчас голубь там, где ему и положено быть. Метит площади и памятники, ест, что послал Бог. А Лариса продолжает помогать животным. В этом году наша героиня отдыхала в Адлере. На пляже женщина заметила голубей, которые запутались в женских волосах. Лариса вновь не смогла пройти мимо чужой боли и опухших лапок. Я пошла, купила маникюрные ножницы. Взять там, и у труда не стоит, лапами кверху. Все вот эти волосы, все-все-все-все-все, все их отстригала. Потом вином коньяком полью и отпускаю. Итого я спасла 10-11 голубей. Сегодня терьер Мики спокойно подходит к миске. Ведь уже никто не клюнет в самые пикантные места. Сейчас в доме новый питомец – кошка Кшися, которой повезло обрести свой дом и хозяина. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Краеведческий музей шлет привет из СССР. Под таким названием там открыли выставку, посвященную ушедшей эпохе. Она приурочена к столетию образования Советского Союза. Интерьеры, знамена и музыкальные инструменты – прямиком из того времени. Поностальгировала и наша съемочная группа. Ой, русская душа! Раньше именно так под музыку и с размахом выходили на разные праздники и демонстрации. Сегодня от былого прошлого остались лишь воспоминания и эти экспонаты. Их Краеведческий музей собирал с особым интересом. Что-то приносили сами горожане, а что-то у работников музея сохранилось еще со времен Советского Союза. Коллекция состоит из 400 разных вещей. От нумизматики и марок до предметов быта советского жителя. Своеобразный привет из прошлого тем людям, которые успели застать времена Советского Союза. А с другой стороны, это тоже привет из прошлого, но молодому поколению, которое знает о Советском Союзе лишь со слов своих родителей, бабушек, дедушек, либо со страниц учебников истории. Выставка состоит из нескольких тематических локаций – «Мир», «Труд» и «Май». Побывать можно как в комнатке 80-х годов, так и на первомайской демонстрации, и даже в столярной мастерской. Данный станок ФПШ-5М использовался в Советском Союзе для производства столярных плотнических изделий, окна, табуретки, ну и все, что требовалось для повседневной жизни. А сейчас я пришла в гости в одну из замечательных советских квартирок – «Галя Обои. Супер». Мы смотрим вот такой телевизор. Раньше по нему показывали только два телеканала, но у нас есть кабельная, и поэтому мы смотрим телеканал «Толк». Также на выставке можно проверить свои знания с помощью интерактивной игры и отгадать одну из советских республик по историческим фактам. Эта республика имеет выход в Каспийское море, родина знаменитого певца Муслима Магомаева. Советское время славилось своим печеньем курабье. Этот факт у нас относится к республике Азербайджан. И мы среди вот этих значков на магнитной основе находим у нас республику Азербайджан. Она у нас. Вот она. Только единицам удается ответить правильно на все вопросы. Победители получают маленький приз от музея. Кстати, выставку посетили уже около 300 человек. Среди них как представители ушедшей эпохи, так и молодое поколение. К слову, вход в этот зал, как и по тем меркам, стоит сущие копейки. 20 рублей для детей и льготников и 30 рублей для взрослых. Окунуться в ностальгическое прошлое можно будет до января следующего года. Мария Мацева, Андрей Печоркин. День с толка. Как подменили. Футболисты Барнаульского «Динамо» за три последних матча набрали максимальное количество очков. Сини-белые не проиграли ни одного поединка. А ведь в соперниках были в том числе и лидеры турнирной таблицы. В очередном матче первенства России «Динамо» принимала «Урал-2». В чем секрет кратковременного успеха и почему в турнирной таблице наши так и не поднялись вверх, расскажет Дмитрий Дроздов. В начале сезона «Динамо» буксовала. Серия игр доходила до пяти поражений подряд. И вряд ли кто-то мог поверить, что наши начнут выигрывать матчи, причем один за другим. Однако это так. К тому же две встречи «Белоголубые» играли против лидеров «Иртыш» и «Челябинск» были обыграны с одинаковым счетом 2-1. На очереди «Урал-2». На этот раз команда, занимающая последнее место в турнирной таблице. Поэтому в счете «Динамо» в цепь повели закономерно. И это правда. Два забитых гола «Динамовцев» и все со стандартов. Первый с углового, второй с подачи штрафного. Напомним, что не так давно «Белоголубых» возглавил новый тренер. Первое, что матч, когда нас там штормило, все равно шла притирка, нужно время, чтобы ребята поняли меня. Я узнал ребят полностью. Потому что это все объективно. То, что сейчас мы нашли, скажем так, оптимальное сочетание футболистов, именно состав. Расставили ребят по местам, пришли к правильному мнению, я считаю. Поэтому это и дает свои результаты. Но не будем забывать и про старую песню от тренерского штаба гостей. Объективно нет. Не готовы на таком поле еще конкурировать. Конкурировать именно даже с Барнаулом, потому что немножко другой футбол. Все равно мы там больше времени проводим на таких полях, хорошего качества, даже искусственного, но хорошего качества. Поэтому это совершенно другой футбол. Матч завершился 2-0. Очередная победа «Динамо». Правда, этих девяти очков недостаточно, чтобы подняться в таблице хотя бы выше восьмого места. Но будем считать, что это первые шаги для попадания в топ-6. Игрой с «Уралом» хозяева завершили серию домашних игр в первом круге. Осталось еще три поединка и на новогоднюю паузу. Сейчас наши парни тренируются. 29 октября отправятся в гости к Тюмени, команде, занимающей первое место в таблице. Удастся ли опять покусать лидера? Как говорится, поживем, увидим. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует.